Музыка Здравствуйте! В эфире программа У всех на устах. Сегодня мы расскажем вам супер-пупер потрясающий репортаж Одинокая лампочка или повесть о первой любви. Давным-давно в старом заброшенном доме, где давно уже никто не живет, не ест и не пьет, и вообще ничего не делает, одиноко доживала свои световые дни настольная лампа. И в моменты, когда ей было особенно грустно, она вспоминала историю своей первой любви. Давным-давно, когда я была молодой, симпатичной, безжаботной, настольной лампушкой, у меня было много хрухленьких, веселеньких подружек. По ночам и вечерам мы шветили, а утром отдыхали. Но вдруг в моей жизни появился он, электрический ток. Привет, красотки! Я вся затрепещала и поняла, это мужчина моей мечты. Лампу-пусик, пусик мой, я зажгу тебя огнем моей любви, и мы расплавимся. Я загорелась. Сорок лет я горела огнем электрической любви, пока не отключили свет за неуплату. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о лампочке. Дети. Здравствуйте! Сегодня наш специальный корреспондент Диана побывает в НИИПП. Диана. Здравствуйте! Я прошу не путать. НИИПП – это не научно-исследовательский институт полупроводников. Мы находимся в Научно-исследовательском институте потолочных проблем. Над этими проблемами работают ученые разных областей наук. И сегодня мы побеседуем с некоторыми из них. Итак, первый наш вопрос к кандидату наук в области архитектуры Дарья Александровна. Дарья Александровна, что вы можете рассказать нам о потолке? О нем я говорить могу бесконечно долго. Для меня это не просто внутреннее покрытие помещения. Я люблю превращать простую плиту перекрытия в произведения искусства. Эти плафоны покрыты живописной росписью рельефом. Архитраф, антаблемент, фриз, карниз. Спасибо, спасибо, Дарья Александровна. Очень познавательно. Сейчас мы зададим тот же вопрос доктору феологических наук, профессору Надежде Петровне. Это так замечательно, что вы этим интересуетесь. Устно-народное творчество не могло обойти свое внимание в такое замечательное, не побоюсь этого слова, явление, как потолок. Сколько пословиц, сказок и загадок было придумано о нем. Вот, к примеру, руки в боки, глаза в потолоке. Под чужой потолок подведут и чужое имя дадут. Крыша покрыта, а потолка нет. А вот загадочка, к примеру. Раскинут потолок шатром ни столба, ни сруба, ни матицы. Что это? Правильно, потолок в небо. А вот еще, к примеру, пословицы. Каждая изба своим потолком крита, своей крышей повершена. Спасибо большое, Надежда Петровна. Очень интересно. Сейчас мы зададим тот же вопрос доктору педагогических наук, профессору Диане Сергеевне. Диана Сергеевна, что вы нам можете поведать о потолке? Это кладезь всевозможной информации, причем не уступающая нашим замечательным научным библиотекам. Сколько научных трудов взято с потолка, не говоря уж об обычных ученических ответах и контрольных. Потолок – это неиссякаемый источник вдохновения у всей учащейся молодежи. Поражает воображение школьные сочинения, виртуозностью знаний, почерпнутых с потолка. А чего стоят среднепотолочные ответы по физике, математике, химии и другим точным наукам? Иначе говоря, потолок – вершина, верх совершенства. Я благодарю всех своих собеседников и прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Даша. Спасибо, Диана. Это мы прослушали репортаж из НИИПП. Теперь многие наши телезрители посмотрят на потолок другими глазами. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»